сегодня наращиваем на короткие ноготки значит обработали антисептиком и осматриваем что тут можно сделать значит начнем работу с кутикулой с того чтобы отлепить ее давно маникюра не было девочка на воду ходит только на праздник делать решила поэтому кутикула не очень привыкла к обработке и тут лучше хорошо поработать апельсиновой палочкой чтобы меньше работать фрезой и не пропилить в местах где кутикула залипшая использую фрезу пламя с синий синий насечкой 2 и 1 миллиметр хожусь в одну сторону счищаем тириги с ногтевой пластины и другую сторону меняя направление движения фрезы я тут пропустила этап где обработала поверхность ногтя елочкой 180 грит чтобы снять верхний липидный слой и наше наращивание хорошо держалось обрабатываем каждый пальчик на среднем пальчики увидеть насколько сильно точка в роста ушла вверх этот пальчик рабочий у всех на него опирается ручка при когда мы пишем вот у мастеров маникюра опирается ручка аппарата у всех на нем обычно еще со школы есть такая мозолька есть искривление зоны роста кутикулы ну ничего мы с этим справимся единственное как нам сделать так чтобы этот уголок не срезаю я кусачками в этот раз раньше я очень любила ножнички но в последнее время что-то подсела на кусачки кусачки у меня от сталикс значит готовим пластину к покрытию обезжириваем затем наношу праймер у меня с остаточным липким слоем нужно подождать пару минут пока он хорошенько высохнет но он не станет ноготь не побелеет то есть липкий слой остается затем втирающими движениями тоненько наношу пластичную базу стараемся хорошо втереть чтобы у нас не оставалось никаких проплешин никаких не пропущенных по праймеру база хорошо распределяется и сушим лампе почему-то мне захотелось сделать подложку из акригеля может быть потому что вот уголочки такие запиленные и точки в роста подняты я подумал что легче будет сделать подложку из акригеля не нужно так сильно стараться уж плотно подставить форму сразу подложка уже почти без ступеньки получается гель не затекает в эти уголки в общем мне показалось это быстрее удобнее почему-то сегодня с формой мы тоже как таковой особо не определились просто делали что идет и получился у нас такой квадрат зауженный который ну даже трудно мне назвать это балериной ну назовем это зауженный квадрат для построения архитектуры использую рунейл обычный гель телесный мне очень нравится цвет френч беж мне кажется он очень натуральный люблю его всегда покупаю такой цвет раньше очень популярный был помните чайная роза все этой чайной розы делали но вот что-то не нравится мне и так значит девочка решила сделать клиентка это такой насыщенный зеленый темно-зеленый цвет некоторые ноготки покрыть полностью а на некоторых сделать френч темно-зеленым цветом ну после опила геля остаются на гели такие бороздки и если по ним начать красить френч то скорее всего линия улыбки будет такая как мохнатенькая ну что по бороздкам гель краска гель лак растечется поэтому я те ноготки которые под френч подготовила покрываю тоненько жидкой базой чтобы не создать лишней толщины и в то же время по поверхность у нас сгладилась можно любую базу какую-то даже дешевенькую космолак люблю она очень жидкая гель лак на ней держится так себе но вот для таких целей хорошо подходит дальше гель лак наношу два слоя он с мелким шиммером на видео он такой темно-синий но как будто темно-зеленый на самом деле первым слоем чтобы не терять время я близко к кутикуле не подвожу наношу так черновой вариант так сказать а вторым слоем уже наношу более аккуратно и тонкой кистью прокрашиваю кутикулы ну вот пытаюсь нарисовать френч я не очень люблю конечно френч рисовать гель лаками у них консистенция жидковатая в два слоя красишь будет утолщение как-то вот конечно лучше всего это белый френч мне нравится плотненьким гель лаком каким-то белым ну красные тоже есть плотные но вот иногда клиенты выбирают какие-то фантазийные цвета и надо из них сделать френч ну ничего справляемся вот на те ноготки которые у нас целиком покрыты цветом мы нанесли топ светоотражающие от ириск со светоотражающими частичками и на остальные наношу обычный топ от клио бриллиант значит ступенечку нашу потом я капельку добавила под ручку можно перевернуть чтобы эта ступенька перед френчем чтобы она как-то выровнялась немножко вот ну ленка была довольна уже и этим но мне показалось как-то мало праздника мало нового года хотелось чего-то добавить и тем более изнанки хоть я их и подровняла и под выпилила но все равно они большие розовые какие-то такие и мы решили с изнанки сделать такой сюрприз золотой красочкой золотой красочкой сделали такое как это у нас называлось раньше лабутены лабутенов только красная изнанка а у этих золотая золотая новогодняя изнаночка мне показалось что так будет интереснее чем розовая изнанка из геля